ну вот здрасте товарищи у нас на ольхоне осень погода непредсказуемая вчера было лето 25 градусов сегодня вот сидим в курточках но мы с мамой сегодня решили выйти в эфир то что я завтра уже уезжаю с ольхона поэтому а вы маму любите спрашивайте куда вы делала мама почему мама вчера увидели ее в stories г давайте маму у нас не куча вопросов замечательно доброе утро тем кто там в москве вот а мы ведь я несмотря на то что мы тальхонские жители несмотря на то что холода очень трудно заставить себя уйти с улицы привет из холодной москвы а так я просто к москве готовлюсь вот так радостно вас видеть пишут нам привет привет товарищи вот ну и собственно дело то в чем дело то в том что действительно здесь очень трудно себя куда-то что ну и да чё сходи ладно у нас тут хозяйственные дела вокруг может быть нас будут дергать в этом-то и прелесть понимаете наши жизни что у нас все как говорится как есть не причёсанные без всякого этого гламур гламурного фильтра вот поэтому мама мама у нас главный прораб она там строить дом под может отвлекаться спасти взглядом чё там рабочие ходят чё надо это нормально тут попробуй и объясни что тут значит главное это иди 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 чё ты хочешь да ничего он в доме дима в доме там ну в дверь позади зайди понимаете да то есть вот это вся история наша раша каждый день фарева и вот это вот я у меня нервов бы не хватило никогда на всякие вот эти строительно-ремонтные работы я просто бы вообще бог души отдала это вот нас прораб который там материться да прямо нет я матерюсь вот в общем у тебя из эдинбурга пишет доброе утро да аж у нас международный кстати кстати вы пишите откуда вы очень нам будет приятно знать географию о чем значит мы когда с мамой тут собираемся о чем мы с вами тут обычно разговариваем обычно мы с вами с вами разговариваем про разницу между поколениями вы тоже нам вчера за набросали уже какое-то количество вопросов там мне в stories что хотелось бы узнать про разницу между поколениями про воспитание как это было тогда как сейчас про то как воспитывали мальчиков как воспитывали девочек про это все сейчас поговорим если у вас есть какие-то интересы тоже нам пишите вот пишет привет из мэтищ привет из бельгии из германии из минска из москвы из лондона вот из калининграда это я вот тебе читаю что они так пишут так что из донецка у нас полный из перми полный вообще набор ну вот собственно ты училась еще тогда когда я так понимаю было раздельное обучение мальчиков и девочек да а потом вас свели вместе до 8 класса вас потом вместе свели в 8 классе нас соединили ну вот расскажи мне в чем особенность это национальная охота чем особенность не такого раздельного и совместного воспитания конечно это колоссальная разница ну-ка я училась я пришла в сорок седьмом году в первый класс и это было здание это было здание еще гимназии дореволюционной дореволюционной гимназии и у нас еще оставались эти самые учителя да из той поры тогда наверное да из этой гимназии так тогда не надо были молодыми таска девушками пришли и так они остались но это уже были такие старухи да ну как сказать как революционные да спин сны прямая спина такие ну это было и нас там уж травали значит на перемен а там был был так архитектура такая была коридор и с двух сторон классы а конец коридора выходил в круглый зал так на всех этажах у нас четыре этажа было и мы должны были на перемене выйти из класса и парами ходить на перемене по округлому этому залу мы должны были ходить парами разговаривать не громко бегать все если надо было там училка стояла в ходе в коридор если надо было в туалет нужно был мимо нее пройти спроситься в каком-то классе четвертом что ли пришла девочка ну там косички конечно никаких этих самых ничего никаких причесок а просто это 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 вообще ну тогда еще этого ничего вообще не было а девочка пришла кудрявая и потащила та самая училка решил что она завелась и чуть не под краном под кран чтобы кудрявая да 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 какой господи а вы вот говорите и как говорится эти люди запрещают нам ковыряться в носу как в анекдоте так да и вот это вот было все довольно таки долго до восьмого класса до восьмого класса конечно мы там уже в восьмом классе понятно что парами не ходили а учились разные классы на разных этажах там малыши на первом там это втором третьем поэтому старшие там отдельно у них там но все равно вот такая вот была система а мальчики учились вообще в другом а мальчики учились у нас был напротив наша улица была как-то граница района и на на там напротив этой улице там был другой район даже не важно но та самая там была мужская школа они там учились ну мы уже там во первых это были наши же мальчики из нашего двора у нас был большой дом и там было много ребят мы все вместе играли наши ребят там учились в другой школе учились но мы в общем то когда в нас соединили в восьмом классе восьмой класс можете представить какие улы 15 лет до уже мы все там и вдруг пришли значит мужики и мальчики и мальчики на нижней этаже пришли мальчики а на наше время пришли такие 15 лет ребят которых мы знали но это мы мы наш двор нас знал другие не знали у нас в классе было 44 человека между прочим и все равно их было мало вот восьмой класс это был последний после восьмого класса уходили там на пт-у это был да и классы были еще большие вот эти вот и пришло там у нас на на класс было что-то 8 что ли мальчиков и четверо было из нашего двора и конечно это все просто обрушила всю эту систему ну они они пришли как их там воспитывали мы не знаем но они начали носиться по всем этажам они значит энергия перла тестостерон ну и вообще они что господи боже мой кто кто их это это нас там семь лет до этого может травали а их то нет у них там своя была на них тоже может травали мы как-то этим не интересовать но неважно и вот началось это вместе это обучение эти романы эти значит записки ну все подожди а учительницы те же остались которые гимназические они ну кто-то ну их там я не хочу те же ты понимаешь что там их было три человека с мальчиками они тоже могли справиться как-то ну справиться они конечно не могли не могли тут спрашивают а может у тебя любимый учитель был среди всего этого ужасного может кто-то был хотя бы хороший добрый у меня не не было никаких любимых это мне повезло я училась в очень хорошей школе у меня очень тяжелое осталось воспоминание именно о литературе потому что у меня я читала я любила в общем поэзию я сама стихи писала и читала и запоминала и я онегина евгения онегина могла читать наизусть первого до последнего этого самого и тогда было какие-то ну образ онегина мы же это все образы обе шкулы образ онегина и образ онегина нужно было там говорить что он такой что почему-то там в девятой главе она какая-то вся засекречена и он там приходит к декабристу как будто он декабрист как как будто он там приходит в девятой главе, он приходит декабристом. Я все прочла, посмотрела девятую главу, эти отрывки, которые там и... И ничего там такого не нашла. И решила, значит, что хочу я вот на эту тему выступить, опровергнуть. О, это какой год был? Долго считать. Короче говоря, я решила, что я хочу выступить. И подошла к ней, к этой учительнице, она была маленького роста, такая худенькая, и говорю, вы знаете, я вас прошу, вот образ Онегина, вызовите меня, вызовите меня. И она посмотрела на меня так хитренько сверху вниз и пальчиком так говорит, нет, Волошенька, я тебя не вызову. Я тебя тогда вызову, когда ты знать ничего не будешь. Капец. О, боже мой. В восьмом классе такой, что со мной было. Я там рыдала, я убежала из школы. Какой плевок в душу. Ну, конечно, конечно. А я не шучу. Это не шутки. Значит, я все-таки, все-таки потом я решила написать сочинение на эту тему. Написала там что-то, не знаю, 20 страниц, написала, да-да-да-да-да-да, все. И она думала... Получила за грамотность трояк? Нет, я грамотна была. Грамотность, грамотность 4, там, какие-то две запятые, а содержание 5, молча. Ничего она со мной не говорила, не спрашивала, ничего. Не было в твое время соцсетей. Вот сейчас, знаешь, в чем прелесть? Пишешь, вот не сочинение, пишешь свое мнение, и сразу тебе вот комментарии, кто-то в восторге, кто-то с тобой начинает полемику, сразу находишь каких-то своих людей. А тогда еще все. Конечно, это же другая жизнь, и поэтому... Вот я хочу сказать, что тут вот начитали массу городов, из которых нам нас смотрят, а меня даже вот это не так интересует. Мне интересно возраст. Давай спросим. Потому что... Сколько ли... Давайте, товарищи, напишите, пожалуйста, вот мама никак не может понять, говорит, какая у меня целевая аудитория. Я не понимаю, кто нас смотрит. Давайте, пожалуйста, напишите ваш возраст. Спрашиваю, Тань, у вас холодно? Сейчас у нас холодно. Вчера было 25 градусов, сегодня, наверное, градусов 10, может быть. Ну и мы сидим на месте, на улице. 33, 40, 42, 51. Вот я тебе, значит, 39. Так вот я хочу сказать, что у нас каждые 10 лет это совершенно разные люди. Вот кому 50... Есть такие. Они, значит, кончили школу еще в Советском Союзе. Было дело, да. Они были комсомольцами, для них это был перелом такой-сякой. Это было их начало, их жизни. Есть, это мы. Здесь такие есть. 50, 51, 53. Есть такие. Кому сейчас 40... И такие тоже есть. Кому сейчас 40... Они, значит, ну, 10 лет, они, то есть, в эту перестройку всю вошли еще детьми. И для них это все опыт их родителей. И как родители это переживали, так и они на это смотрели, так и они переживали. Поэтому как у них что сформировалось, я тоже не знаю. А тем, кому 30... Есть такие у нас. 30, это, как сказать, возраст вершины, как Юрий Кукин, у него песня такая есть. 30 лет это возраст вершины. Нет, это возраст вершины, да. Прекрасная песня. Но это люди, которые уже родились в 90. Они там родились. То есть они про Советский Союз только знают из литературы, из соцсетей. У них полная каша в голове. И я не... Простите. Я не могу даже говорить о тем, кому 20, кто в двухтысячных. Да, я надеюсь, что таких нет. То есть с ними я вообще говорить не могу, потому что это мои внуки, с которыми говорить... У меня просто на каждый вопрос... Они же уже люди... Да, нет. То есть они задали короткий вопрос, им нужен короткий ответ. Они ничего другого не могут понять. Поэтому вот это, это, как сказать, в тем более вообще выпадает, потому что я с такими 20-летними даже говорить не могу. Потому что начинаешь думать, а с какого момента чего начинать объяснять? Потому что для них прошлое это... Ну, что война 1812 года, что война 1841 года, для них это одно и то же. Они, если надо, выучат эти самые имена, там, толководство того, сего, там, битвы. Они выучат, но их это совершенно уже не трогает. Вот. А мы, конечно, мы были дети войны, что говорили. Вот. Так я вот не об этом. Вот я именно о том говорю, что мы совершенно можем говорить на разных языках. Вот если с тем, кому 50 и даже 40, я еще могу как-то говорить. У нас большинство таких. Да, да. Даже те, кому 30, тем 37. Не волнуйся. Они почти 40. Да, да. Никого меньше. Это еще, да. Пока не обнаружено. А, нет, есть 20-летние. Ну, это уж, как говорится, извините. Сами переводите на свой язык. Нет, ну почему? Если человек 20 лет, он это смотрит, значит, что-то его интересует. Может, он и не такой. Это же не одно и то же все. И поэтому, почему я говорю, что я... Потому что говорить, ссылаться о нас, на какие-то фильмы, на какие-то книги, на каких-то писателей, я не знаю, вообще вы читали ли вы в своем возрасте то, что мы читали? Любили ли вы то, что мы любим? Ну, понимаешь, это же... Знаете ли вы это фильмы? Поэтому мне трудно говорить. Нет, смотри. Мне кажется, что сейчас вообще все с этим просто и сложно одновременно. Когда мы были, мы как-то нашего поколения, у нас очень мало было информации. И поэтому книг было ограниченное количество. Цитаты из фильмов, улыбайтесь, господа, все самые большие глупости на земле делаются с самыми серьезными лицами. Все поняли эту фразу, откуда она, да? Все понятно. Для тех, кто уже потом, вот сейчас огромное количество информации и есть люди, которые вообще, ну, современная молодежь, не пересекаются фильмами совсем. Да? То есть вот. Поэтому совсем сложно найти своих, а нам, как говорится, легче. И в каком-то смысле, как бы мы хорошо не выглядели, товарищи, нас вот такие цитаты палят. Они палят наш возраст, наше поколение. Но очень интересно, что по разному поколению действительно разные ценности. Вот тут, видишь, человек пишет, главная была идея, и можно было пережить любые трудности. Ты согласна? Ну, конечно. Тань, ну, вспомни, что все вы были комсомольцами и были заражены этими идеями. И я помню, что ты в 10-м, совершенно искренне, и в 10-м классе ты писала, что там был комсомольский задор и огонь, и чтобы огонь в душе что-то не угас, нам перестройку надо начинать с себя. Да, это была абсолютно не конъюнктура. Перестройка. Здрасте. Мое поколение, как раз мое поколение, очень... Вы вошли уже такими... Мое поколение сидело и смотрело целыми днями съезды. Да. Потому что это была перестройка, это было что-то новое, начало, в него верили и все такое. Поэтому все намешано, конечно, очень сильно. И не надо нас спрашивать, почему в нашей стране идет курс туда, куда он идет. Это не наше, ну, как бы, решение, понимаете. Глупо спрашивать нас на эту тему. Но вот тебя спрашивают вообще люди совершенно про другое, вообще про другое спрашивают. А как вы летели в самолете? Я не знаю, почему вы спрашиваете. Вы переживаете, в смысле, что человек не может лететь в бизнес-классе, отвечаю я. Как лети? Вот сейчас? Вот сейчас. Ну, как вы летели в самолете? Нормально перенесли полет, дорогу на Альхо? Нет, я нормально. Я перенесла, во-первых, я здесь уже шестой год и езжу. Во-вторых, значит, ну, последние там три года Татьяна не обеспечивает этими вот бизнес-классом. Это прекрасно. Коплю мили. Да, мили. Вот. Маме закупаю на бизнес-классе. Но надо сказать, что я прилетела сюда в прошлом году в июне и отсюда никуда не уезжал, не улетал. Дороги здесь ужасные и у меня нету необходимости, нет потребности куда-то отсюда ехать. Мне ничего, у меня тут все есть и я целый год сижу вот на участке безвылазно. Ну вот. Это, и мы, кстати, сейчас сидим на улице, невозможно уйти с улицы. Здесь такая красота, такой воздух. Спасибо, что вы пишете, что вам нравится перезвон наших колокольчиков. Это наш альконский ветер с вами тоже разговаривает. Вот. Если у вас есть вопросы к маме, мы тут говорим про разницу между поколениями, пишите, я задам вопрос, который тут был до этого. А есть ли что-то такое, что... Я только не поняла, это конкретно к тебе вопрос или вообще про поколение, что вы требовали, что требовалось от дочери? То есть ты что требовала от дочери, именно требовала? Или что вообще к дочерям, какие были, соответственно, требования, претензии? Нет. К девочкам в моем поколении, на моих ровесниках, было очень строго все. И в школе, и везде. Там никаких вот этих школьных, таких настоящих романов, как сейчас. Вот все смеются над тем, что слова секс не было. И не было. Почему? Потому что большинство, большинство вот из моих знакомых и моего окружения жили в коммунальных квартирах. Причем Москва кончалась на заставах. Вот крестьянская застава, это то, что сейчас метро пролетарская. Рогожская застава, это то, что сейчас площадь Ильича. И вот по заставам это кончалась Москва. Дальше шли деревни. Дальше шли деревни. В Москве наши дома, вот хорошие дома такие, многоэтажные, со всеми удобствами, они в глубине улицы стояли, а впереди шли и деревянные дома. И без удобств. У нас во дворе стоял этот самый барак такой, где был сортир на улице. Только в 67-м году была поставлена задача выселить подвалы. К 67-му году. Это 50 лет революции. Два года после войны. Вот. Выселить подвалы. Поэтому где, чего, кто, какой секс, где-то чего, там люди жили... Просто негде. Негде, конечно. Моя подруга школьная, они жили шесть человек в одной комнате. Отец с матерью, она с сестра, и еще муж, и еще брат с женой. И поэтому вот такого понятия, как сейчас там пошли, занялись сексом, девочки беременеют в восьмом классе. Конечно, были. И тогда такие, я думаю, единичные случаи. Они, конечно, были. Это все скрывалось. Это все было ужасно. Это все было. Но школьные, это самые учителя, и все, они следили. Нам не разрешалось гулять после десяти часов вечера. И мы с нашими же ребятами в восьмом классе уже, с нашими же ребятами то самое, вечером, когда мы хотели пойти погулять вместе, мы шли там по одному куда-то, у нас там Москва, река не так далеко. И мы, значит, туда пробирались на эту набережную, где нас никто не знает. И все это было, для нас это было естественно и нормально. Мы как могли из этого выкручивались, как могли этому сопротивлялись, но у нас было очень мало возможностей. А вот как раз вопрос в связи с этим, а какой был досуг у девочки стандартной, ну, смотри, вот у городской девочки вот в школьное время, чем она занималась после школы? Да, сук, из чего состоял? Да, сук, из чего состоял? Такой вопрос. или, значит, гулять до 10 часов. Были компании, были компании девичьи. У нас до сих пор, вот у меня есть моя подруга, знакомая, с которой мы так до сих пор видимся, у них вот эта школьная девочка, компания, до сих пор, им уже там по 82 года, но они это самое, и друг другу помогают, уже кто-то там из них умер, уже кто-то там не ходит, они так друг другу помогают, они там куда ходят и все, в общем, вот. А, значит, или девочки там гуляли, или встречались уже с ребятами, но в это время, в это время началось вот это вот, выставляли в окно, если был хороший двор, в окно выставляли радиолу, радиолу выставляли музыку, или радиолу во дворах, это все Висбор, вот наши, наши поэты и барды, я даже не знаю, знает ли кто сейчас, нет, но ваше поколение знает Висбор, он же все описал в своих песнях, или радиолы, вот эти вот радиолы во дворах, это было, было такое дело, летом, Танцевали? Да, да, у нас были, я помню, вот эта пластинка была любимая, Риорита, пластинки же были, еще никаких магнитофонов, магнитофоны появились очень через много лет, а это были пластинки заезженные такие, Риорита, и парные были танцы, все парные, да, да, стояло куча, нет, каких не было, мальчик приглашали, ну, в каком дворе как, да, и танцевали, и вот эти вот романы, они так вот, вот начинались, вот так во дворе, а не дрались, чтобы пришли мальчики из соседнего двора, в нашем дворе не дрались, нет, может где-то и дрались, нет, в нашем все было мирно, у нас как раз на втором этаже там жила девочка, у которой была радиола, у которой, у них была отдельная квартира, и ей разрешали его вытаскивать на балкон, это же еще надо было тоже иметь и получить разрешение от родителей, чтобы это все, так что мы вот, потом кино, у нас был кинотеатр Таганский там рядом, был, если какой-то фильм, там очень популярные очереди стояли, там ходили по очереди, значит, занимали, там на сколько, билеты брали, фильмы, если понравился, могли по нескому раз смотреть, целовались в кино, на последнем ряду, ну, конечно, кто-то, я не по этому делу была, я была худая, длинная, никакого интереса не представляла в то время, наоборот, я была, как бы такой, как свой парень заводил, такая была, дружила со всеми мальчишками, и участвовала в общественной жизни, я была какая-то газета, вот еще, у нас были газеты, я делала газету, у нас была школьная газета, и классная газета, и какой-то там был за ушкода на солнышко, прорабатывали все, какие-то карикатуры рисовала на себе, когда я училась в школе, мама вдруг, мама нашла какие-то свои старые вот эти вот карикатуры, какие-то старые там тетрадки, и я была потрясена, действительно, там рисовали какие-то карикатуры на каких-то двоечников, на каких-то еще, стихи какие-то писали, и я смотрела на это все, и мы даже тоже в школе еще, я же еще в советской школе училась, и мы даже делали какие-то, как сейчас бы сказали, реплики с вот этих вот карикатур, что-то пытались переделывать на современную тематику. И я удивилась, что действительно так много ты рисовала. Я помню, как потом ты сказала уже, когда в институте ты училась, как тебе сказала какая-то девка там, что Волошенко, да что ж такое-то, уже все романы крутятся, а ты все газеты рисуешь. Это тебе уже лет 20 было когда-то. Ну да, она тревога. Ужасно. Так. Чего заняться? Нечего. А вы говорите досуг. Вопрос к тебе, другой. Ваш секрет молодости. Вы выглядите потрясающе. У вас острый ум и философское мышление. Спасибо. Вот тебе пишут. Ясно? А тут говоришь, что ты ничего не помнишь. А тебе говорят, что у тебя острый ум и философское мышление. А что там до этого сказали? Как приятно, когда есть такой человек, с которым можно поговорить. А то пишут, мои родители только цитатами из зомбоящика разговаривают. Вот там только что написали. Да, я себя представляю. Пишут подругой, поссорился за это. Я с поссорилась с подругой, с которой 60 лет мы дружили. Это вообще сильно. Из-за всего дела, из-за этого ящика. Просто перестала разговаривать, перестала общаться, потому что я не могу на себе тащить проблем всего мира. Вот. Я не могу на себе тащить проблемы всего мира. Я считаю, что это надо записать. И ровно это отвечать. Вот когда к вам кто-нибудь и к нам. Если вы снова будете к нам тут приставать с вопросом, а что же это вы глейся с ты, тут вот хули уж ты глейся с моим парень. Я не могу себе тащить проблемы всего мира. Еще к тебе вопрос, как к эксперту по поколению. Вот пишет вопрос. Сейчас я увольняюсь с престижной работы, а мама переживает. Хотя я спокойна абсолютно. Как маму успокоить? Ой. Маму надо хорошо знать. Этот вопрос вы не должны задавать кому-то. У вас должно быть свое решение. Вы должны свою маму знать. Если вы маму знаете, что она все равно не успокоится, ну, вы должны знать этот. Это вы должны знать сами, потому что это ваша мама. И как ее успокоить, это ваша проблема. Никто вам не подскажет. Вы должны это сделать сами. Потому что отношения с родителями, они вот имеют двухсторонние. Они двухсторонние. Если родители не понимают детей, дети не понимают родителей, очень много надо прикладывать усилий. Как я вот как-то в прошлый раз говорила, что на кривой козе. К нам подъезжать надо на кривой козе. Если не все нас в прошлый раз смотрели, еще раз, пожалуйста, вашу мудрость. Изложите. Что такое кривая коза? Итак, методика называется кривая коза. Записываем. Что такое методика кривая коза? Ну, я думаю, что все поняли. Нет, никто не понял. Это опять из ваших, из старых вот этих формирований. Нет, нет, совсем нет. Из наших формирований. Давай-давай, рассказывай. Рассказывай, что такое кривая коза. Давай. Вот что такое кривая коза? Моя мама, я в прошлый раз тоже об этом говорила, она была хирург. Да. Она была хирургом. Хирург – это человек, который должен мгновенно принимать решения, брать на себя ответственность за чужую жизнь. Это определенный характер должен быть, иначе человек не может быть хирургом. И мать, она была вот такая. Она была такая, очень женственная, приятная такая, но характер вот такой был. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонизма. Да. Вот это вот была моя мама. И когда ей что-то говорили, мам, я хочу вот это там взять. Я категорически против. Она в ту же, она не успевала дослушать даже, что-то говорить. Это касалось всего. Прически, одежды, мебели там. Это уже я была замужем, уже у меня была семья. И мне, чтобы переставить что-то куда-то, я должна была. Но я уже это же знаю. Я уже это знаю. Поэтому я начинаю издаля. Ты знаешь, вот мне кажется, там это вот что-то темновато тут, а тут это, она, значит, по-моему, все нормально. Я говорю, ну вот посмотри, вот тут это, это, вот если так, то так, а если так, то так. То есть замедляешь ее. Ну, может быть, замедляешь. Потом как бы бросаешь это дело через день, опять начинаешь. Вот я тут сижу, мне не видно, вот я тут это стою. Ну, да. То есть на третий день вы садитесь вместе, она уже въезжает в эту проблему, она уже начинает ее решать. Вот. То есть надо сделать человек ответственно. Да, да. Нужно, чтобы, знаете, жмелькой сделать что-нибудь. Вот. И она начинает говорить, надо сделать так. То есть ей нужно постепенно эту всю информацию. Как будто бы она сама уже решила. Да. То есть перевожу, значит, методика кривая Казани посредственно к вопросу нашего зрителя. Она, значит, такая методика, значит. Вы должны начать ныть маме на тему того, как вам плохо на той работе, где вы сейчас. Вы наверняка маму бережете, ей не ноете. Она приходит и говорит, какой же идиот начальник, как же я устала, да как же мало платят. Да это медицина, которая по этой, как это называется, по страховке отвратительная. Вообще, да лучше бы я сама заплатила. Да кошмар какой-то. И у мамы включится рецепт, это рефлекс спасателя. Любая мама, она на самом деле, мама курится и хочет своего цыпленочка, неважно, сколько цыпленочку, может, мы за 50 уже, но его откуда-то спасти. Поэтому, если вы будете сгущать краски, то мама сама скажет, да бросай ты эту работу, нахрен, никаких нервов не хватит. Хватайтесь за сердце. Ну, вот эти все прекрасные, ужасные, манипулятивные методы. Да, и правильно перевела? Ну, да. Вот это вообще. Ну, главное, что ты понимаешь, это ведь у каждого человека свое. Кому-то надо так другому. Ну, надо про своих родителей знать. Конечно, конечно. Вы уже столько лет с ними прожили вместе. Надо знать, на что они всегда отреагируют. Да, да, как они на что отреагируют. И начинать издаля. Тебе привет передает Макс Лисицын, наш главный кота-хранитель. Он, кстати, все волнуется, с кем же остается кузиличность, когда мы все на Альхоне. Вот у него есть. Так, народ просит показать, что у нас с другой стороны. Я попробую. Сейчас попробую. Вдруг получится. Да, вдруг получится у меня. А как нам нужно пересесть? Не, не надо. Вот, вот, смотрите. Вы хотели посмотреть? Вот мы сидим вот с таким видом. Разве можно отсюда уйти в дом? Ну, конечно же, нельзя. Поэтому мы сидим на улице в шубе, но при этом зато вот с таким видом. Сейчас попробую обратно перевернуть, если... Я не очень, как это... Я не настоящий сварщик. Ай, еще раз. Должно получиться. Может быть, немножко задержка. Нравится вам? Красиво, да? Это вот наш купол, наше серое небо. Сегодня был ливень. А вчера было ясное солнце, мы с мамой гуляли. Может быть, еще в сторис сохранился. Это наш прав... Может быть, нет, не знаю. Вот. Пишет человек. У меня хранится тетрадь. Мама в школьные годы писала песни, цветы там, всякие цветными карандашами нарисованные подружки и тоже там писали в 50-е годы. Да. Это что такое? Это что такое? Значит, в нашей школе это просто внедрялось. Это были, во-первых, дневники. Значит, нас учили, что нужно обязательно писать дневник. И все записывать, и все такое. И потом вот девушки вот эти дореволюционные такие, тургеневские вот эти девушки, если кто еще знает, что такое тургеневские девушки, что такое тургеневские девушки, они, у них были такие альбомы, в которые друзья и подруги писали им пожелания. Это вот ваше суток. Между прочим, можно это восстановить все, потому что так вот берешь именно физическую вещь, листаешь. Да, да. И они имели, каждая девушка имела свой такой блокнот. Там они записывали какие-то мысли, приходили подруги, что-то им там писали. И вот, а вот эти гербари, мы в школе их делали, всегда нас заставляли это делать, мы собирали цветы. А, да, и потом вот в эти свои, в эти альбомы мы засушивали цветы и приклеивали там, и все это. Но нас, вот это касалось до четвертого класса. У нас была одна учительница, она, ну, Ну, начальных классов, да. Нормальная такая была. Все-таки была, наверное. Ну, вот это вот внедрение к девочкам вот этого вот дореволюционного вот этого вот с альбомами, с писаниной вот этой же стихи там. Народ пишет. Мы тоже песенники делали с красивыми картинками в 80-х. Да, да, песенники. Я переписывала от руки песни новеллы Матвеевой, у меня целая цитратка есть, потому что ее не издавали. А на слух так вот не запомнишь. Ну, в общем, каждый что-то писал. Но потом, когда начались эти самые гонения на инакомыслящих, они у нас каждые 10 лет начинают все сначала. А и первое, что... Ну, вы поняли все. Да, дневники стали просто все уничтожены были и перестали их вести, потому что это было первое, за что хватались. Вот. Поэтому у нас это было искоренено. А вот эти вот девичьи альбомы, это вот эти вот революционные тетки, они у нас, значит, они нам у нас это все наслаждали. Но и до четвертого класса это было дальше. Что же ведь интересно? Не пошло. Ты вот говоришь, это слово песенки прозвучало, а ты вот говорила тут недавно мне, я хочу, чтобы ты про это в эфире рассказала, что у нас же тут тренинг проходит, и вот сейчас уже все уехали, а были люди, здесь было 50 человек, все пели песни, собирались у костра, сами пели. И вот ты обратила внимание на какой-то интересный феномен. Да, я обратила внимание на что? Потому что наше поколение, к которому негде было не собраться, ничего, мы в походы, то есть люди вот одного, которые, ну, как бы сказать, близкого... Близкого круга. Близкого круга, значит, смотрели. У нас были барды, то есть были свои любимцы, там, Кукин, Висбор, Высоцкий, там все, ну, они были. И мы ехали, поскольку собраться мы нигде не могли, даже была, если у кого-то квартира, собраться в ней было невозможно. Поэтому мы ехали за город, мы с палаткой, мы вставали, леса были свободные, Москва, я говорю, она так не разрослась еще, так что далеко даже мне надо было ехать. И мы ставили свои палатки, сидели и пели. Мы ехали, только садились в электричку, если мы все вместе ехали, мы начинали петь, и могли петь три часа, два часа. У нас были общие песни, мы общие мыло, масса всего мыли. А мы пели тоже, да, я помню, в электричке. А теперешнее поколение, у вас вот эта вот доступность, вот эта вот, гаджеты, но вот этих сборищ таких нету, потому что вы всегда можете собраться где хотите, хоть в кафе, кто в этом. И вам это не надо, да, у вас жизнь намного ускорилась, чем у нас. Ну, то, что... И досуг у вас... То, что ты говорила, когда народ у нас тут собирался вот тут у костра петь песни. И вот, когда они собирались, я видела, как им нравится, как они хотят это сидеть, но у них нет общих песен. у них начинается ничего на свете лучше нету, чем друзьям побить по белу свету и чебурашка. Так, а потом... И чебурашка. А потом, если гитарист, кто-то играет на гитаре и поет, то у всех есть возможность эту песню найти. Вот. И все сидят и смотрят слова. Очень странный был зритель, на что мама обратила внимание, что народ сидит весь в телефонах и поет. Как странно. Говорят, как они слова там, там слова. Они находят песню по первым словам и подпевают. Но выглядит это действительно очень странно. А тут народ говорит, да, разобщенность, это, конечно, жаль. Теперь в электричках пишут, молчат, они поют, все сидят в наушниках. Да. Вот. И даже если кто-то поет, все остальные в наушниках и никто не слышит ничего. Вот. А то спасибо, народ повспоминал тут сейчас, что были альбомы дружбы и анкеты для друзей, и кто кого любит. И пить. Слушайте, но это на самом деле прекрасная история. То, что называется, там сейчас модное слово из пришедшей из Европы адвент-календарь. Ух ты. Это же ты не знаешь. Это даже не знаю. Это надо открывать, на Рождество делать такие штуки, там открываешь каждый день какой-нибудь секретики, ну, наши, господи. Вот этого. А. И вот это очень классная штука, которую можно делать тоже друг для друга в качестве подарков. Да, я расскажу. Тоша Нефедов, мой друг очень близкий, которого ты тоже знаешь прекрасно, давно не виделись, правда, он когда-то мне подарил удивительный такой подарок на день рождения. Там была такая коробка, большая, и в этой коробке было много маленьких таких, как конвертиков, ну, как внутри, дверцы такие были. И они были очень разной формы, и он мне подарил, там было написано, типа, открой, когда у тебя там плохое настроение, открой, когда хорошее настроение, открой, когда захочешь там срочно подружить, еще что-нибудь. И там оказывались где-то записочка, где-то воздушные шарики, где-то какая-то вообще фигня очень смешная, я не знаю, как она называется, которая разбухает, если в воду бросить, и получаются такие прям шарики, ну, большие, очень смешные на ощупь, резиновые, как будто бы, где-то конфетки, и вот это мне доставило такое удовольствие, хотя, в общем-то, ну, мне тогда надарили кучу подарков и дорогих, и всяких, но именно это вот меня развлекало месяца три, наверное, я обращала действительно к этому, потому что все равно человеку хочется взаимодействия и игры, и вот эти вот песенники, как ты говоришь, вот эти вот анкеты, вот это все, это прекрасная такая форма выражения дружбы и любви, мне кажется, которая, если вовлечь в эту игру, можно детей, а можно родителей, вот вы спрашиваете родителей, вот, что делать с родителями, давайте вот, не хотите с ними разговаривать, у тебя политики, давайте скажем, мам, пап, давайте заведем песенник, давайте заведем, как в те времена, и вот друг другу Я уверена, что у ваших родителей должно быть много общих своих песен. Я писала стихи Осадова в тетради, их оформляли рисунками. Я 65-го года рождения. Мои сверстницы тоже вели такие тетради. Вот нам пишут. Прелесть эфира в том, что у нас интерактив, мы можем разговаривать. И мы и пели, и вели дневники, сидели у костра в лесу. Это, кстати, повод, что можно с этим поколением, с кривой, козойка, что можно с ними делать в такие сложные времена, как сейчас, когда каждый куда ни чихни. Очень опасная тема, взрывоопасная. А вот эта история, анкеты для друзей, старые песни о главном, действительно возможности какие-то друг другу делать приятные сюрпризы, сделанные своими руками, они, мне кажется, остаются сквозь века, и вот это тепло семейное могут передать. Не зря мы об этом заговорили. Видишь, как хорошо. Нет, я вижу, что люди, которые здесь вот, это уже состоявшиеся, успешные люди, что они просто у костра, они не сидели тысячу лет, вы можете никогда. Да у нас, которые приезжают, и пишут, да? Да, да. И они с таким удовольствием сидят. Для них это просто вот отдых и открытие. Может, кто-то вспоминает, как они идут. Может быть, у них это первый раз. Но им это так нравится. Они сидят, они поют, они это... И получается, что вот этот костер, он является тоже, как говорится... Очагом. Очагом тренинга. Да. Да, да, тут тоже так. И люди просто... Я же смотрела, как они поют. А вот это, кстати, интересно. Тоже ты сказала, что поскольку мама у нас теперь, значит, звезда соцсетей и эфиров, ее узнает... Ну, типа... Связи, все нормально. Вот. Тут к маме приходят, тут просто тоже люди поговорить, и мама наблюдала, как меняются люди, участники нашего тренинга. И это тоже очень интересное, конечно, наблюдение человека со стороны. Ну, вы понимаете, что вот этот наш хужир... Конечно, люди пишут, в соцсетях они, вот кто уже прошел в прошлом году, допустим, какие-то фотографии и красивые закаты, восходы, все это, разговоры. Ну, в общем, какое-то общение идет какое-то, и они записываются задолго на этот тренинг и приезжают. Значит, до парома еще ничего, потом паром очень романтично, потом начинается по стиральной доске, я тоже не уверена, что кто-то еще знает, что такое стиральная доска. Такой стиральная, по шиферной крыше. Вот, по шиферной крыше, да, по шиферу. Вот это вот и въезжает в старый какой-то поселок, черные. Во-первых, вот после наших средней полосы садов, эти вот, любой деревню или любой поселок, вы заедете, кипень там, яблоки, сады. Груши, яблоки, прекрасные черепы. Ну, тут не видно домов, все в зелени, все в этом. В Сибири нет садов, здесь не растут, на Ольхоне вообще не растут эти самые лиственные деревья. Здесь листят только хвойные. Ну, если кто-то там у себя посадил, дико они не растут, вообще их нет. А кто-то иногда сажает, там она растет очень медленно, и у некоторых там может быть береза или какое-то дерево там передом. А так это голые, идут черные заборы, за крышами там какое-то что-то там такое, какие-то еще крыши, какие-то дома. Пыль, потому что не асфальтированная, асфальта тут нигде на острове нет, разбитые эти дороги песочные, и пыль идет вот эта. Уже все отвыкли от этого, понимаете, даже в деревнях уже нет этой пыли. И когда они на следующий день приходят, знаете, у них вид очумелось. Ну, ты сама, когда я сюда приехала, первый раз сказала, ой, я помолодела, мы же прямо как в 70-х, сказала мама в 17-м году, когда приехала сюда, когда у нас тут была строга. Как в 70-х, прям вообще туалет на улице, ой, прям одеть. Действительно, реальность такая забавная. Да, нет, я действительно, ну, я, мне это все нравилось, я не знаю, и мне жизнь нравилась всякая. Ну, а тебе просто жизнь нравится, давай с этого дочим. Да, мне жизнь нравится. Нет, мы же, мы же, куда только нас не посылали. Я не говорю о том, что мы в течение года, и уже и работая, и студентами на каких-то овощных базах вечно нас снимали, мы работали. Потом мы ездили, я еще попала на каникулы, на целину, мы на три месяца. Это был 59-й, 58-й год. Или 59-й? Да. 58-й, после первого курса. После первого курса. Нас еще послали в Казахстан, мы ехали целый эшелон студентов. Да. И мы, вот, та самая, станция Булаева, я помню, где-то между Петропавловском и Омском, нас там, в общем, выгрузили, и мы в колхоз, должны были там в уборке участвовать. Ну, я не хочу, я там вдаваться. Но потом вечно куда-то на какие-то... Мы институт свой строили все время, потому что мы начинали еще на Октябрьской, там было маленькое такое здание, в Трисмене, в Нефтеном я училась. Нефтяной закончил. Да. Я училась в Нефтеном, и мы учились в три смены, потому что маленьком. И строили, все пять лет мы строили, обязательно вместе нас снимали, мы строили свое здание, которое сейчас на Ленском стоит. Там уже целый город вырос. А мы вот эти вот строили. И на пятом курсе как раз мы там защищались, но еще был не готовый, и в общем... И стройка омолаживает, ты хочешь сказать. Я хочу сказать, мне это всегда нравится. Да, мне понравилось. Тебе «Привет из Казахстана» пишут. Человек пишет, Татьяна пишет, а я приеду в Хужир 24 сентября, вот и приходите к маме в гости. Она любит хороших собеседников. Вас напоят чаем с удовольствием. Да, с удовольствием. И покажет вам наше хозяйство богатое, интересное, и красоту. Вот. Да, так вот, приходят люди вот в таком ужасном состоянии. Но тут как-то ничего. И вот через неделю мы смотрим, мы смотрим, что они просто вот расцветают, раскрываются, и все, и уезжают. Они же все друг друга не знают. Они все незнакомы. Их 50 человек, они приходят в это ступотворение в растерянности в такой первый день они. И вот через неделю это уже совершенно другие люди. А уезжают, они оживают. Они уже садятся там вместе, поют у костра. Чьи-то у них разговоры идут. Они какие-то упражнения обсуждают. Под этим небом, под этим ольхонским небом, где-то оно такое огромное. Его, ну где в городе такое небо? Нигде его такого не может быть. Ты вот рассказывала, когда мне в детстве рассказывала историю про Целину, ты рассказывала то, что я помню больше всего из детских моих воспоминаний. Потому что ты говорила, что ты приехала и увидела там небо от края до края, вот этот шатер, звездный, вот этот купол. И ты увидела, как солнце восходит и садится, как гроза ходит по этому небу. Вот мы здесь это же тоже все время наблюдаем. И мне кажется, человек городской, зажатый, когда вдруг оказывается здесь, его начинает отпускать даже помимо всякого тренинга, просто от самого ощущения вот этого острова. Нет, степь, степь, это на меня повезло неизгладимое впечатление. То есть ты букашкой в центре мира находишься, и вокруг, там же вокруг просто ничего не было. Понимаешь, там палатки стояли. Не палатки, а какие-то вагончики стояли. И очень, на меня, мне страшно было просто. Вот я понимаю людей, которые выросли в степи, как они приезжают в город, как они, их это давит, давит вот эта улица. А городскому человеку просто вот, ну, мне было страшно. Потом привыкли. Ну вот, а вот сейчас немножечко еще в другую сторону свернем. Тут пишут, спасибо тебе большое за твои прогулки. Ты очень вдохновляешь. Вчера народ посмотрел наши истории про твою лавочку сосны. До лавочки, надо вам сказать, километр примерно идти до лавочки. Вот. И говорит, маме своей показала, я провела ее тоже гулять, вдохновила этим. А она еще на гору ходит. Мы же живем на горе. Мы живем на горе. Мы живем посередине. Мы живем посередине горы. Она ходит через горы в магазин или в аптеку на ту сторону. Это, надо сказать, я не всегда могу, когда только приезжаю из города, еще у меня отдышка. Это сейчас я уже ношусь тут как коза. А так-то да. Так что, маман, очень просим тебя периодически делиться с народом фотографиями всяких красивых деревьев, записывать видео. Потому что ты так рассказываешь тоже про них. Очень красиво. Сейчас у нас нет никаких учительниц. Можно рассказывать, что хочешь. Видишь, мы дожили до этого момента. Ты же рассказываешь про эти деревья. У меня нас сняты. Здесь невероятные деревья, сосны невероятные. Здесь видно. Этим соснам, я думала, им лет по 300. Здесь такие толстые, их мало, но они есть. И у них ветки выкрученные какие-то. Почему-то они растут к низу. Это невероятно. И оказалось, что им... Вот самое старое дерево здесь такое есть. Оказалось, что ему 350... Нет, вот эта сосна-то, которая еще при Иване Грозном. Сколько ей лет? Много. 1500 какого-то года она считается. Что ей вот 500 лет. Они, видно, ее сверлили и смотрели этот керни. И они... Здесь очень медленно все растет. Очень медленно. Но такие сильные ветра, такие морозы. И все, что деревья, все замученные. А очень много деревьев у нас на дюне. Вот у нас тут дюнь песчаная. Они еще растут на песчаной дюне, на минуту, который гуляет. И они вообще без ствола. У них кроме лежит на песке. И я думал, почему так. И подумала я, что, наверное, это вот заносит. А потом подтверждение этого было. У нас такие щиты есть там. Сейчас национальный парк. И там информационные всякие щиты. И-то они написали, что вот это... 1500 еще сколько ей лет. Этой сосне. Что она одна такая. Но их несколько такие. И это опять же, я хочу вам подчеркнуть. Вот вы говорите про этого человека, что он там... Любовь к жизни, мозги и все такое. Хотя ты, конечно, кокетничаешь. Но тебе говорят, что тебя очень интересно слушать. У тебя очень... Для твоего возраста. Маме 83. Не будем кокетничать. Наоборот, все. Выглядишь прекрасно. Вот. И очень здраво мыслишь. Так вот, любовь и интерес к жизни. Вот что. Потому что мы с мамой... Ты уже больше года здесь вообще не вылезала. Спрашивают, как тебя городского человека не тянет ли в цивилизацию? А он... Вы понимаете, это же вопрос не по делу. Потому что что такое цивилизация? Не знаю. Цивилизация... Здесь дом. Да. Большой площади. Больше, чем моя квартира. Здесь все в доме есть. Вся цивилизация. Унитаз, душ, стиральная машина. Посуда, моря. Посуда, моря. Камин. Здесь все есть. Все. Вся цивилизация в нашем городском понятии. Интернет. Здесь есть. Интернет. Пожалуйста. Все здесь уже есть. Понимаете? Но, в отличие от моей московской квартиры, значит, где уже все, внуки выросли, мужа моего нет уже, мама моей нет. Таня уже, я ее очень редко вижу там, она носится где-то, она живет отдельно. Со мной живет внук мой, младший, вот он со мной был, и я о нем заботилась, все. Ну, все, ему 17 лет. И цивилизация московская позволяет ему, не зависит от домашней еды. И сейчас столько полуфабрикатов, столько того, сего, ему не надо, чтобы бабушка его кормила и готовила. Ему это уже не нужно. Надо, но в качестве. И все, друзья мои в основном уже, в основном уже высоко. И несколько человек, которые у меня остались, как я говорю, мой круг общения суживается до точки уже. И они, мы все равно говорим в основном по телефону. И что мне там делать? Что мне там делать? Ходить на выставки, я уже находилась в свое время. Ничего нового там для меня нет. Движение, ну, привыкли там. Но вот этой вот свободы, вот этого вот огромного неба. А потом, я здесь себя хорошо чувствую, здесь сухо, здесь нет этой духоты. Но меня это не давит. Мне хорошо в этом климате. Вот. А я могу вам сказать совершенно точно со стороны, что вот год назад и сейчас маман гораздо бодрее, сейчас просто носится вообще просто тут. Вот тут пишут, что тоже, говорит, своей маме купила скандинавские палки, она жила в 80-х. Я с палками, потому что я до этого через эту гору ходила-ходила, до какого-то момента, когда у меня коленку прихватило, я с места сдвинуться не могла. После этого, да. После этого, значит, кое-как я хромая уехала отсюда, лечила-лечила эту ногу, то все. Потом приехала очень осторожно там ходила-то. А когда появились, это два года я не ходила. А когда я стала ходить с этими палками, то нагрузка на ногу гораздо меньше. И нагрузка на руки, и все. И эта гора уже не стала таким препятствием. И еще очень важная вещь тоже, давайте лайфхаком, как сейчас модное слово поделюсь. Мы тут еще взяли курс массажа. Мы нашли тут массажиста, который живет в Хужиле. И взяли тут курс массажа, сделали 12 дней подряд. Маме, мне и Марусе Мире, которая здесь в доме живет у нас, тоже главного хозяйка тут, да. Вот, и все, и получилось прекрасно, совершенно, очень тоже бодрит. И вот это тоже можно на этом не экономить, я считаю. Хотя вот тоже у старшего поколения к этому отношение такое, но потом в медицинских целях очень даже... Я никогда не делала никаких массажей, никогда за собой не ухаживала. У меня даже не было такой привычки. И, ну, вот, если есть возможность, как говорится, почему нет. В такой природе огромная энергетика, пишут. Как здорово, что мама живет в таком месте. Спрашивают, в каком? Мама живет на Байкале, на острове Ольхон, в поселке Хужира. До этого всю жизнь жила в Москве. Еще нам пишут привет из Одессы. Одессу мы очень любим. Это тоже корни одесские у нас тут точно есть. Да, да, отец оттуда. Так что да. Вот. Так что спасибо вам, дорогие товарищи. Давайте так, чтобы мама увидела. Тут пишут, мама, блогер, скоро станет Таней конкурентом. Значит, не станет, конечно, наоборот. Все, мы взаимно друг к другу продвигаемся, нормально. Поставьте нам, пожалуйста, сейчас вот эти вот сердечки, огонечки, которые там летят, чтобы она увидела. Вот сюда смотри, сейчас увидишь, тут сердечки полетят. Во-во-во, видишь, видишь? Это вот люди нажимают специально, чтобы сказать, как мы им нравимся. Еще, еще, давайте, давайте еще сердечек, ну, вор. Вот, этот человек не понимает. Вот, как приятно. Спасибо вам большое. Вот, видишь, какие красивые. Вот, Лена Кибарсет, наша, музыкант наша, пишет, пью из-за ольхонской чашки кофе и привет вам передаю. Слушаю вас, и так хорошо. Еще люди нам пишут, что спасибо большое, я так давно не видел свою маму или свою бабушку, или их уже нет в живых. А на вас посмотришь, и так, говорит, сразу тепло становится. Чтобы ты понимала, что мы делаем хорошее дело. Вот. Нет, родители надо это не забывать, навещать, тогда у вас будет меньше проблем в сообщении. Или просто даже вот эти наши эфиры хотя бы хоть чуть-чуть вам, но помог. И мы с вами потихонечку упрощаемся. Подмерзаем, честно говоря. Потому что мы сидим на улице, и обычно мы на улице двигаемся. А тут как-то сидеть на попе ровно перед телефоном оказывается прохладненько. Вот. Ну и, собственно говоря, сохраним эфир. По возможности это будут нам милостивые боги интернета. Вроде бы начинает солнышко потихонечку лениво тут проглядываться. Давайте я вам еще раз покажу, где мы сидим, в какой красоте. Попробую перевернуть картиночку. Оп. Вот. Это вот, чтобы вам было интересно. Байкал вот там вот. Находится там Байкал сбоку слева за домом. Прямо видно его, да. Ну, не очень его сейчас хорошо видно. А вот тут наш купол, небо, наш вот участок, колокольчики, которые звенят они вот. И вот эта вот летняя кухня, на которой мама живет прям ночью. Ну, прям живет. Она выходит с утра и тут тусит прямо. Ну, я готовлю тут у меня. Начиная с когда с июня по октябрь. Пока еще не замерзает у нее в чашке чай. Она вот здесь же. И я ее прекрасно понимаю, потому что я тоже в своем домике не могу уйти. Прямо я с улицы. У вас такой воздух, такой вид, такое счастье. А вот покажи свою крышу. Хорошо. Давай. А вот там вот видите разноцветная крыша. А увеличить не могу. Увеличить не могу, нет. Это вот мамина гордость. Она прораб стройки. Это мой дом строится безумный, с безумной крышей. Прекрасный маленький уютный двухэтажный домик. Вот. И я там буду скоро жить. Пока что я живу в маленьком, просто таком сарайчике. И мне очень нравится все равно вся эта жизнь. Я тоже сижу почти на улице всегда. Поэтому вот вам наш ольхонский привет. Да. Вот вам, значит, нашего ольхонского, как сейчас модно говорить, вайба немножечко. И будьте счастливы, пойте песни и общайтесь с родителями на безопасной общей теме. Спрашивайте их про их молодость. Вот это беспроигрышный вариант. Даже если они будут говорить, что тогда все было хорошо, спрашивайте, а что именно было хорошо. И они вам все расскажут, и будет вам счастье. Правильно? Ну, конечно. Ну, вот. И кривая коза нам в помощь. Все. Пока-пока. Нет, кривая коза нужна. Да.